День милосердия 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 или даже для своего села. Это мы проговорили про благотворительные акции, как вы оказываете сейчас поддержку населению. Давайте немножечко в начало. Фонд Казахстан-Халкна. За последние два года, если не ошибаюсь, около 200 миллиардов тенге уже активисты и меценаты, в том числе предприниматели крупные, внесли в фонд своих средств. Потрачено из них было около 91 миллиарда. Нет, это уже устаревшие данные. Сколько на сегодняшний день? На сегодняшний день у нас реализуются, если уже более точнее, 74 программы и проекты. Чтобы мы понимали, это на всей территории страны, все 17 регионов и 3 города республиканского значения. У нас порядка 170 миллиардов на сегодняшний день уже эти бюджет-программы утвердены попечительским советом, и они уже полным ходом в реализации идут. Но здесь у нас очень много партнеров, потому что штат у нас небольшой, и реализовать на всей территории это помогают партнеры. В первую очередь это местные исполнительные органы, которые предоставляют ту или иную инфраструктуру, подходящую для, допустим, создания каких-то реабилитационных центров, например. Они тоже вклад в свой вносят, потому что они делают ремонт именно по нашим требованиям. Далее у нас есть партнеры, которые являются операторами данного проекта. То есть они внедряют все, что необходимо, персонал обучают. Мы в части оснащения. И далее уже идет сопровождение 2 года. То есть нет такого, чтобы что-то создали и отошли. Нам необходимо посмотреть, чтобы оно дальше правильно, системно выстраивалось и функционировало. Расскажите о флагманских проектах, о которых вы упомянули. Ну, если сказать о флагманских проектах, вот если уж раз о детях, об образовании, да. У нас есть очень хороший проект. Это называется «Опорные школы». Мы реализуем в каждом районном центре, а их 166 по стране, плюс 27 моногородов, где выбирается одна школа. В этой школе мы делаем оснащение по стандартам Назарбаев интеллектуальных школ. То есть это порядка 250 миллионов тенге в каждую школу на 35 предметных кабинетов, и в том числе интеллектуально развивающих кабинетов. Это и STEM-лаборатории, и все предметные. То есть это все то, что сейчас на современном уровне в системе образования используется в передовых странах, и в том числе в наших очень дорогих школах Астаны и Алматы. И здесь у нас несколько партнеров. Фонд устойчивого развития образования, которые вкладываются в то, что системно выстраивают между местным исполнительным органом, между самой школой, между нами и Назарбаев интеллектуальной школы. Назарбаев интеллектуальной школы также является партнером. Они все свои ресурсы направляют на то, чтобы обучать этих педагогов преподавать по системе ниш. Для чего это нужно? Потому что эта школа в итоге через два года становится опорной для малокомплектных школ, где минимум учеников, где есть один учитель, замещающий несколько предметов, потому что других преподавателей нет. И чтобы вот это неравенство в образовании и качество образования повысить, мы сейчас вот эти школы создаем. На сегодня у нас уже 80 школ по стране, именно в сельских территориях мы уже создали и дальше их развиваем. Есть флагманский проект, наверное, тема спорта, то, что актуально глава государства часто поднимает. В тех населенных пунктах, где в ближайшее время местный исполнительный орган не дойдет со своим бюджетом, мы понимаем, что есть где-то какие-то регионы, или районы, или села, где все по остаточному принципу, мы сейчас там возводим модульные ангарного типа, спортивные залы. Вы знаете, такое большое желание сельчан, сейчас уже в Житахаре скоро заканчивается, в Кустанайской области, мы хотим уже к Наурозу его открыть. Все сельчане ждут, почему? Потому что это станет центром притяжения, занятий спорта всего села. Это не только для детей, это и кружки спортивные, в то же время и для взрослого населения, и для молодежи. И, конечно, в этом тоже у нас активный партнер, это местный исполнительный орган. Почему? Потому что необходимо предусмотреть бюджет для тех же тренеров, которые там должны будут преподавать эти спортивные кружки. Без определенных условий мы не идем, потому что мы считаем, что любая благотворительность, в нем должны участвовать все. Как само население, так и местный исполнительный орган, как и мы, так и предприниматели. И тогда это получается действительно очень хороший проект. Есть флагманские проекты, такие, я хочу сказать, что социальная реабилитация. Никогда до этого, до создания вот этих центров аутизма и ментальных нарушений для детей в Казахстане не было на базе государственных органов. В данный момент у нас сейчас реализовывается и по стране открывается 8 центров аутизма для детей с аутизмом и ментальными нарушениями. Но это европейский стандарт, золотой стандарт. То есть у нас есть определенные требования как к помещению, так и к ремонту, которые должен сделать местный исполнительный орган. У нас есть оператор этого проекта, это фонд «Конкорлок», который имеет очень большой опыт в сфере реабилитации. Далее они вкладывают тем, что всех специалистов, которые там будут работать, они обучаются, учаются по американским технологиям. И мы в партнерстве с Амрук Казна Траст фондом делаем полностью оснащение. Но оснащение мы делаем все самое лучшее. Почему? Потому что, ну, особенные дети, и для них сейчас очень много инновационных, технологических таких решений, которые очень помогают им социализироваться и развиваться. То есть для детей мы стараемся ничего не жалеть. Это благодаря бюджету фонда. Да. Школы, которых не было еще ни разу в Казахстане, сейчас уже в процессе 8 таких. Раньше были вот центры аутизма, они частного характера. Понятно, что госозаказ они получали, но ребенок мог пойти только 21 день, потом встать в очередь, и через год опять только в этот центр попасть. В частный? Да. А если платно, то они оплачивали собственную карману, но это очень дорого, и родителям это неподъемно. Поэтому от того, что, к сожалению, количество детей таких у нас растет, по статистике официального министерства здравоохранения, и столько было обращений фон Казахстана Халкана, для того, чтобы детей отправить реабилитацию, пройти за рубежом. Поэтому мы решили все зарубежное привезти, здесь внедрить, и для того, чтобы качественная, хорошая услуга была в стенах нашей страны, и практически у каждого дома удобно. Я только в завершение хочу спросить, есть ли до сих пор активность со стороны граждан, тех же самых предпринимателей, охотно ли они вносят свои средства в фонд? Да, дело в том, что у нас обязательно идет отчетность, то есть политика нашего фонда, для того, чтобы это было прозрачно открыто. Мы ежемесячно размещаем у себя на сайте финансовую учетность, все движения, все проекты, утвержденный бюджет и так далее. Доноры, они постоянно отслеживают, то есть те финансовые средства, которые они внесли, в какие направления используются и так далее. Помимо этого, у нас есть печатные издания, то есть мы обязательно донорам предоставляем. У нас есть совет доноров, созданный при фонде, куда также входят крупные наши предприниматели и представители крупных предприятий. И в ближайшее время, в принципе, мы готовимся для того, чтобы представить уже отчет за 2023 год и уже обсуждать, какие у них есть планы для того, чтобы помочь в дальнейшем развивать эти социальные проекты и какие взносы они могут по возможности внести. Замечательно. Мы уже знаем, что фонд проделал огромную большую работу. Это и, как вы озвучили ранее, в сферах здравоохранения, и науки, и в целом повышение квалификации культуры и спорта. Ну, будем наблюдать за результатом. Мы, так понимаем, продолжение и перспективы еще нас порадуют. Да, о нашем фонде говорить можно очень много. Ну что ж, Наураз-Нама, праздник Наураз уже стартовал. Как говорится, вас с праздником. Желаем успеха в вашей работе и всегда... Да, быть у истоков благотворительных действий и мероприятий. Давайте творить благо все вместе. Да, да. Спасибо, спасибо. С нами этим утром был заместитель председателя правления фонда Казахстан Халкна Лязат Чинькизбаева. Вам всего самого хорошего. Спасибо. А мы продолжаем. Лучшие приемные родители в Павлодарской области живут в селе Разовка. Семь лет назад супруги Мороз усыновили сразу шестерых детей. Пятеро из которых оказались из одной семьи. Их очень долго никто не брал на воспитание. Но вот настал тот день, когда и они обрели свой дом и новых маму с папой. Клавдия и Александра готовятся к празднику науры. Сестры занимаются танцами и любят спорт. Самый младший в патронатной семье, восьмилетний Жан, тоже готовит подарки. В доме Тамары и Вадима Мороз так принято отмечать любые праздники. Бывшая воспитательница детской деревни в селе Разовка, семь лет назад сама впервые усыновила детей. Самой маленькой Саше было пять лет, а Тане самой старшей было 15 лет. Вот такого возраста мы взяли детей. А полтора года тому назад мы еще неравнодушны к судьбе ребенка стали. Вот мы взяли еще Жанну. Приемные дети быстро сдружились и чувствуют себя как родные. Трое старших уже учатся в городе и приезжают домой на выходных. Младшие помогают по хозяйству, учатся и посещают спортивные секции. А 14-летняя Клавдия увлеклась волейболом. Мне начало нравиться ездить на разные соревнования, в разные города, села. Это очень интересно. Проведить время с командой очень интересно. И уже три года вот я занимаюсь волейболом, езжу. Вот недавно мы ездили в Павлодар на область, заняли 12-е место из 20-ти. Я танцами занимаюсь на год позже сестры и волейболом два года. Мы постоянно ездим. Вот недавно ездили в Алмату, в Астану ездили, в Павлодар очень часто ездим. Вот у нас 15 марта будет уже конкурс в Павлодаре. Мы постараемся занять гран-при. К Наурызу дети любят готовиться заранее. Уже обсудили с родителями праздничное меню. Как обычно, Клавдия будет печь баурсаки, а Александра – блины. Каждый раз девочки радуют родителей и главным горячим блюдом. Мы знаем, что бешпармак, что манты – это вот уже булижек национальный. А так, стрякаем мы часто. Чак-чак. Вроде бы и мы часто такое готовим, но мы все равно находим то блюдо, чем удивить, когда праздник, чтобы было какое-то уделение для нас для всех. Татьяну и Вадима в округе знают как добрых и отзывчивых людей. В прошлом году их дружный Шанарак даже удостоился звания «Лучшая приемная семья». Нередко в гости к супруге Мороз приезжают трое родных детей с внуками. И тогда в родительском доме становится еще веселее. Ербу Лабишев, Дарья Кушабаев, Марат Ильков из Павлодарской области, 24КЗ. Мы продолжаем это утро 24КЗ. Прямо сейчас работаем в прямом эфире и направляемся в Западно-Казахстанскую область. На встрече с жителями именно там министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова разъяснила нюансы, которые волнуют людей из социально уязвимых категорий. По их словам, до сих пор имеются некоторые сложности при установлении инвалидности и определении размера пособия. А представители общественных объединений сообщили министру, что люди с особыми потребностями стремятся открывать собственное дело. Но для них почти не предусмотрены никакие преференции. В течение 15 лет мы уже, наверное, и доказали, и показали свою работоспособность, но не конкурентную способность. Потому что все наши социальные идеи нуждаются как в поддержке материальной, так и для того, чтобы дальше развить это социальное дело. Нужно не только социальное предпринимательство, нужно и ту же лицензию, те же сертификаты. Вы говорите, вот 15 лет вы на рынке, значит, ваша команда, она уже готова лицензироваться. Сейчас вот закон находится в Сенате. Как только глава государства подпишет этот закон, мы вам спускаем эти правила. Вы с ними знакомитесь, вы готовитесь. Вам минимум два месяца будет предоставлено для того, чтобы собрать документы и пройти эти процедуры. Ну а коммунальные службы Алматы перешли на работу в усиленном режиме. Накануне мегаполис накрыл обильный мартовский снегопад. По прогнозам КАЗ Гидромет в городе выпало 15 сантиметров осадков. Буранец перестал ориентировочно к 4 часам утра. Как заявили в Акимате, ночью в расчистке дорог и улиц задействовали 367 единиц техники. Снегоуборочные машины вывезли почти 500 тонн снега. Автовладельцам рекомендуют быть предельно осторожными и соблюдать правила дорожного движения. Водители просят не парковать машину в обочине из-за угрозы падения деревьев и обрыва линии электропередачи. Пешеходам необходимо переходить улицы только в установленных местах. Продолжаем говорить о погоде. Снегопады, метель накроют большую часть Казахстана. Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах страны. По данным КАЗ Гидромет, порывистый ветер до 20 метров в секунду ожидается в Алматинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской и Карагандинской областях. В Атраусской прогнозируют пыльную бурю. На севере и центре республики снег и туман. В Астане переменная облачность, осадки ветер до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до минус 7 градусов. Другим темам мусороперерабатывающий завод планируют построить в области Улы-Тау ориентировочная мощность предприятия 100 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год. Сейчас рассматривают три предложенных проекта завода. Вложить средства в их реализацию готовы несколько инвесторов. Итоговое решение вынесут в ближайшие два месяца. На данный момент уже обозначена территория будущего завода и оформляют документы на земельный участок. Объекты намерены построить в производственной зоне между городами Жесхазган и Садпаев. Также в планах создать недалеко от завода полигон для утилизации бытовых отходов. Основная цель – переработка 100 тысяч тонн мусора, который ежегодно свозят на полигон из Жесхазгана и Садпаева. Это позволит улучшить экологическую обстановку в регионе. Также в процессе утилизации будут производить попутный продукт. Какой именно – зависит от проекта, который выберут. Сейчас рассматриваем предложенные инвестиционные проекты. Тем временем почти 200 несанкционированных свалок расчистили в Восточном Казахстане. Еще 88 стихийных мусорных полигонов обещают ликвидировать в ближайшее время. В перечне самых грязных населенных пунктов – Усть-Кеменогорск, а также Уланские и Шамонайхинские районы области. В Котом-Карагайском районе и вовсе отсутствуют оборудованные места для складирования твердобытовых отходов. За допущение антисанитарии в городах и селах оштрафованы руководители коммунальных служб и заместители Акимов. В совокупности им насчитали 232 тысячи теньги административных штрафов. Кстати, региональные власти уже несколько лет предлагают профильному министерству разработать единые правила строительства типовых полигонов для сельской местности. 2400 мусорных полигонов страны сегодня не соответствуют санитарным и экологическим нормам. В этом экологические инспекторы убедились лично, проверив каждый объект. Департаментом экологии совместно с Акиматами районов и городов был утвержден график стихийных свалок. Для подтверждения по ликвидации свалок выезжаем на место совместно с ЖКХ и местными исполнительными органами. К слову сказать, всего 5% твердых отходов вместо заявленных в Минэкологии 20% сортируют в Казахстане. А заводы по переработке мусора, на которые потратили миллиарды, и вовсе не работают. Цифры нарисованные на бумаге, говорят сенаторы, критикуют систему переработки ТБО у нас в стране. Ну а в это время в республике планируют построить еще 37 подобных предприятий. Об этом в правительстве рассказал глава профильного ведомства Ерлан Насанбаев. Министр считает, это позволит в будущем перерабатывать каждый год по 1,5 миллиона тонн отходов. Но чтобы реализовать эти планы требуется качественное вторсырье. Как в нашей стране намерены организовать сбор, транспортировку и глубокую сортировку ТБО, расскажет наш коллега. Только четверть из собранных в прошлом году 4 миллионов тонн мусора в стране ушла на утилизацию. Оставшийся объем либо вывезли на полигоны, либо просто закопали. А о неэффективной переработке твердых бытовых отходов накануне говорили в правительстве. Как доложил министр экологии и природных ресурсов, собранный мусор на 70% состоит из полезных фракций. А значит, его можно использовать повторно. По основным видам отходов, таким как стекло, пластик и макулатура, действующие мощности переработки находятся на низком уровне. Развитие переработки ТБО с получением готовой продукции требует качественного вторичного сырья. Стране нужно наладить все предшествующие технологические операции, организовать сбор, транспортировку и глубокую сортировку отходов. Правительство готово предложить льготные займы на срок от 3 до 15 лет, чтобы привлечь инвесторов. Отобрано свыше 90 проектов. А чтобы их притворить в жизнь, потребуется почти 230 миллиардов тенге, пояснил министр Ирланы Самбаев. Но докладом и текущим положением дел в отрасли довольно остались не все. Депутат Сената Закержан Кузиев раскритиковал профильное ведомство и Акиматы за недостаточную сортировку и переработку отходов. Только в прошлом году в стране обнаружили больше 5,5 тысяч нелегальных свалок. Не лучше обстоят дела и с мусорными полигонами. Лишь 21% соответствует экологическим стандартам. Медицинские и строительные отходы и вовсе утилизируются неправильно. При этом заводы, на которые государство затратило миллиарды, не работают. В качестве примера сенатор назвал крупнейший в Центральной Азии завод по переработке мусора в Алматы и два новых в Актобе и Семее. Вместо заявленных 20%, лишь только 5-6% отходов подвергается сортировке. Цифры, к сожалению, зачастую нарисованы на бумаге. Министерству экологии и местным акиматам выгоднее тратить миллиарды тенге из бюджета на создание мусорных полигонов площадью 20 гектаров, чем на строительство завода по сортировке переработки отходов, который бы занял территорию в 5 раз меньше. Как отметил глава Кабмина, переработка мусора во всем мире это выгодный бизнес. И наша страна тоже должна учиться зарабатывать на отходах. Не находят своего решения вопросы утилизации и переработки пищевых отходов, которые представляют не меньшую опасность. Нужно выработать механизмы утилизации от сбора до переработки. Министерством и регионами данная работа затянулась. Основная доля предприятий занимается только сбором вторичного сырья, его прессованием и дальнейшей реализацией, как правило, зарубеж. Мало предприятий, перерабатывающих отходы и производящих конечную продукцию. До 2026 года в Казахстане обещают построить и запустить 37 новых заводов. Еще 8 планируют модернизировать. Как итог, это может довести объем переработанных в республике отходов до полутора миллионов тонн в год. Глава правительства также отметил, если развитые страны возвращают вторичное сырье в экономический оборот, то у нас буквально закапывают мусор в землю, а порой и вовсе оставляют на поверхности. Премьер поручил увеличить переработку и сформировать эффективную систему управления коммунальными отходами. Алишер Накипов, 24КИЗ. Мы продолжаем в прямом эфире новости 24КИЗ. И сейчас немного о международных новостях. В Греции готовят к отправке второе судно с гуманитарным грузом для жителей сектора газа. На него погрузили почти 300 тонн продовольственной помощи. Об этом сообщила благотворительная организация World Central Kitchen, которая занимается организацией миссии. По данным организации, сейчас корабль проходит необходимые проверки. Первое судно, которое отправили в начале этой недели, уже приближается к побережью Газы. Оно доставит в Анклав больше 200 тонн гуманитарной помощи. Вирус птичьего гриппа выявили у королевских пингвинов вблизи Антарктиды. Об этом сообщает агентство по охране здоровья животных и растений Великобритании. H5N1 обнаружили у пяти королевских пингвинов на южном побережье Южной Георгии и у пяти папуанских пингвинов с острова Берр. Ученые обеспокоены тем, что заболевание может быстро распространиться, поскольку именно в это время года пернатые собираются вместе для вынашивания потомства. Месяц назад птичий грипп нашли у слонов и морских котиков. А вот власти Италии оштрафовали ТикТок на 10 миллионов евро. Решение связано с тем, что компания не проводит надлежащую проверку контента на своей платформе. Политики заявляют, что соцсеть продвигает потенциально опасные для психики несовершеннолетних видеоролики. К таким они относят всевозможные челленджи. В свою очередь представители компании с таким выводом не согласны. Они заявляют, что контент отвечает принципам безопасности платформы. Напомню, это не первый случай, когда ТикТок привлекают к ответственности. До этого против компании судебные иске подавали власти Нидерландов и Великобритании. Ну а сейчас к спорту. Анна Данилина вышла в полуфинал турнира в американском Чарльстоне. В паре с китаянкой Джан Шуай она обыграла американский дуэт Дапейна Хьюит и Мария Матес 613617. К эфиру присоединяется наш спортивный обозреватель Алишер Накипов. Решение слова тебе. Доброе утро. Доброе утро. Я хотел бы отметить, что встреча длилась всего 1 час и 17 минут. Наш интернациональный дуэт сделал 1 эйс и совершил 4 двойные ошибки, тогда как соперницы выполнили 4 подачи на вылет при 3 двойных ошибках. В полуфинале Данилина и Шуай сыграют с австралийкой Оливией Гадеки и британкой Оливией Николс. Матч состоится сегодня примерно в 20.00 по времени Астаны. Сборная Казахстана по футболу сыграла товарищеский матч против Туркменистана на учебно-тренировочном сборе в Дубае. Игра прошла в закрытом режиме. Первый тайм закончился с минимальным счетом в пользу подопечных Магомеда Дива. Уже на второй минуте после передачи Максима Самородова отметился Ислам Чесноков. На 47-й новичок национальной команды Александр Зуев поразил ворота соперника дальним ударом в девятку. 2-0 уверенная победа казахстанцев даже несмотря на отсутствие таких лидеров как Бахтер Зайнудинов, Аббата Эмбетов и Нуралы Алиб. Отмечу, что уже 21 марта Казахстан на выезде встретится с Грецией в полуфинале Лидии нации. Ну что ж, остается только пожелать удачи нашим стреквандистам, ведь каждая лицензия для нас на данный момент очень цена. Держим кулачки, держим кулачки за победу. Благодарим, Алишер. Это была рубрика «Спортлайв» от нашего коллеги Алишер Нагипова. Держим кулачки за победу. Ана Буталипов, давайте посмотрим. Правила охоты с ловчими птицами довольно строгие. Здесь нет второго шанса или скидки на возраст. Птицы должны неукоснительно выполнять команды своих хозяев. Поэтому к турнирам кузбеки готовятся с особой тщательностью. Для молодой беркучи Айгерим Беккожина это первые состязания. Охотой с ловчими птицами она занимается больше года. Хрупкая на первый взгляд женщина ловко укращает своего беркута по кличке Музбалах. В итоге Айгерим завоевала призовое место, став одной из лучших кузбеки турнира. За этим беркутом я ухаживала, когда он был еще птенцом. Потом научила выполнять его простые команды. Затем уже вместе с мужем стали выходить на охоту. Ловчие птицы требуют особого ухода и правильного питания. Они питаются лишь обезжиренным мясом раз в день. Сейчас уже и наши дети помогают нам ухаживать за беркутами. Не менее зрелищно прошли забеги таза. Даже ощутимый мороз и сильный ветер не стали помехой для состязания казахских гонщих. За право назваться самый резвый сегодня борются порядка 50 собак породы таза. Именно эти гонщи отличаются выносливостью и скоростью. Искусство охоты с таза передается из поколения в поколение. Дидар Науканов перенял секреты дрессировки гонщих собак у своего отца. Теперь юноша приобщает к этому делу и своих сверстников. Интерес к породе тазы заметно возрос в последние годы, особенно у молодежи. Например, дети часто просят дать им щенков казахской борзой. Вместе с этим стало больше турниров, упростили процесс получения документов на собак породы тазы. Теперь хочется, чтобы к забегам гонщих собак придали статус национального вида спорта. В настоящее время подобных турниров стало заметно больше, отметили опытные мастера охоты. И поэтому все больше молодежи пополняют ряды кузбеги и заводчиков таза. Аслана Буталипов, Виктор Полянный, Акмолинская область, 24КЗ. Ну а сейчас новости культура продолжат наш эфир. Да, и наша коллега Тамирис Белял уже в студии. Тамирис, мы в 8-часовом видели насыщенную программу, где вы были. А вот вчера, вы, кажется, где-то еще побывали и готовы поделиться и с нами. Да, абсолютно верно. Вчера был праздник Курису, или как ее по-другому называют, Амал. И вот в честь этого замечательного праздника нашего национального имени Ирки Гали Рахмадеева «Филармония» в камерном зале «Астана-Опера» поставила замечательный концерт, цикл жизни человека от рождения до смерти. На самом деле все это, сопоставляя с театральными постановками и интересными вокальными композициями, было очень интересно. Я готовлю обширный сюжет на следующие эфиры. Ждем. Дебютная выставка «Маляки Гибаева» открылась в столице. Художник-иллюстратор создаёт цифровые картины. Экспозиция насчитывает больше 40 композиций в разных стилях. Каждое произведение отражает актуальные социальные проблемы. Складывается впечатление, что только люди с традиционной техникой в основном выставляются. И есть какое-то такое скептическое отношение к людям с диджитал, и я хотела этот барьер сломать. Здесь есть работы, которые посвящены как раз-таки определенным проблемам, а также внутренней какой-то недостаточности. Больше полсотни работ юных художников детской школы искусств имени Газида Жубановой представили в президентском центре в столице. Они разработаны как и по технике исполнения, так и по жанрам. Это портреты, натюрморты, пейзажи и коллажи. Через творчество дети отразили своё видение окружающего мира, чувства и переживания, любовь к истории и традициям родного края. Сюжетные линии и композиции тщательно прорабатывались совместно с опытными преподавателями. Экспозиция направлена на поддержку и развитие детского и юношеского таланта и посвящена весеннему празднику Наурусмирова. Уже в течение 10 лет участвовали такие регионы, как Павлодар, Каргандаш, Мкен, Семейки, Бастуз, Шахтинс, где юные таланты представили свои работы. Дети могут показать своё творчество и порадовать нас, гостей. Количество таких качественных, продуманных работ, продуманных сюжетов с каждым годом увеличивается, и это очень радует. Инклюзивный театр Канат-Теллар представил сразу два премьерных спектакля. Показы постановок Екатагдар Брумер и Арман прошли с аншлагом. В основу сюжета взяты истории из реальной жизни. Подробнее о премьерах в следующем материале. Два спектакля, две истории. Первый, инклюзивный театр Центральной Азии, представил сразу несколько премьер. Жизнь до и после. Какая она? Екатагдар Брумер – спектакль, основанный на реальных событиях, показывает беззаботное студенчество. Историю первой любви и день, изменивший всю жизнь Арнура Искакова. Медицинское образование, работа в поликлинике оканчивается несчастным случаем. Парень в порыве спасти тонущую девушку бросается в реку и получает травму позвоночника. В первую очередь за три года я первый раз вышел на сцену. Одно дело, когда ты их ругаешь и даешь мотивацию. Другое дело, когда ты играешь зрителю что-то подобное показывать искусственного Арнура. И самое тяжелое – это показать юного Арнура. Отрицание, одиночество, принятие. В основе сюжета диалог между молодым и взрослым героем. В постановке фигурирует и первая любовь – Лаура, прошедшая с Арнуром все этапы. Ставить две примеры подряд было сложно. Но мы смогли оценить наши способности и довести каждый спектакль до высокого уровня. В истории театра я такого еще не видел. В один день представим зрителям драму, в другой – мюзикл. Все они взяты из жизни. Вторая премьера театра – Арман. Мелодрама о четырех друзьях. Парень Арман никогда не веривший мечты влюбляется в возлюбленную своего приятеля Сунгата. По воле судьбы Арман оказывается в инвалидном кресле, а возлюбленная покидает его. Мечта – это то, что объединяет нас всех. Мы к чему-то стремимся, пытаемся построить лучшую жизнь. Но мораль, которую мы хотим передать через спектакль – оставаться людьми. В погоне за желаемым не обидеть близких. По сюжету мюзикла главный герой начинает верить мечты и борется за жизнь. В заключении Арман встречает истинную любовь. История также основана на реальных событиях. Сегодня репертуар театра Ханатталар насчитывает десятки спектаклей и музыкальных постановок. Каждая роль прописана под особенности актеров. Состав Ханатталар обновляется. Мы принимаем новых актеров. Главное здесь – каждый может испытать себя, показать возможности и таланты, которыми обладает. Оба спектакля состоялись с аншлагом. В постановках одновременно задействованы актеры с нарушением слуха, зрения и травмами позвоночника. Отмечу представление, организованное за счет собственных средств коллектива Ханатталар. Тамирис Беляу, Ернар Жахсабаев, 24КЗ. Очень много мероприятий не только прошло, но и предстоит. Подробную афишу на ближайший праздник на УРОС я подготовлю в следующих эфирах. Я загляделась на сюжет, радуюсь, понимая, что есть тамирис, наш культурный обозреватель, который может делиться такими событиями, хотя бы через экран. Но тебе повезло вдвойне, конечно. Ты прямо там воочию чувствуешь эту энергетику. Спасибо. Спасибо. Благодарим. А в этом выпуске для вас работали Лунар Бекусинова. И Арстан Балтин. До встречи на канале 24КЗ. Передаю им слово коллегам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова